С кануном праздника Благовещения переоценить, конечно, этот праздник невозможно. Только нужно вдуматься. Это начало нашего спасения. Господь приходит в этот мир, о котором в Ветхом Завете все пророки писали, ждали, потому что это начало уже сугубо в нашего спасения. Как Господь сказал, Царствие Небесное уже приблизилось. Оно не где-то, оно не когда-то, оно уже здесь и сейчас. И вот давайте просто вдумаемся. Маленькая девочка, лет 14, ну максимум 15, находится при храме, учится Священному Писанию, рукоделью. И вот во время молитвы, чтения Священного Писания, перед ней является ангел. Ну просто вдумайте, сейчас бы сразу явился перед нами ангел, какого бы наше было состояние. Но мы читаем Священное Писание, что она смутилась, то есть немножечко испугалась, на что он говорит, не бойся. Благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего. Для еще больших шок, на что она говорит, я не знала мужа. То есть никогда у меня никаких отношений не было. Как, какой плод, какая я жена. То есть женщина, да? И на что он ее утешает и говорит, все будьте от Духа Святаго. То есть мы понимаем, что сейчас в нее вместится невместимое. И потом Господь прибывает, где хочет, и придет в этот мир Богово-человечество. Он не просто человек, он не просто Бог. Он Бога-человек. Совершенный человек, совершенный Бог. В нем сочетаются две воли и две природы, которые друг друга не поглощают, а свободны. Этой же волею и этой же спасением своим он придет, чтобы пойти потом, после проповеди, после многих чудес, исцеления, воскрешения, пойдет потом уже добровольно на крест, и уже светлое воскресенье, Пасху мы встречаем. Потому что Благовещение, как вы знаете, вот сейчас не Великого Поста происходит. А Пост – это подготовка к главному празднику Пасхи. Сейчас мы говорим о Благовещении. Благая весть о чем? О начале нашего спасения. И, как вы помните, Архангел говорил, который вился в Божьей Матери, также ей и преподнес любимые лилии в честь чистоты ее. Но все остальное, конечно, нужно и почитать, чтобы не только просто послушать. Я поздравляю вас, желаю вам доброго здравия души и тела. Храни вас, милосердный Господь и Царица. Продолжение следует...